Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас очередное видео по покупке и спасению, вернее сказать, старых лошадей в Star Stable Online. Будем покупать старичков, которых вот уже вот-вот скоро совсем уберут или для кого-то, может быть, уже убрали. Это старая моделька андалузов. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Вот уже и настало время ухода последних лошадей. Именно такой старой модельки а-ля Фриза. В прошлый раз как раз-таки у нас уехал с Юрвика Фриз, а сейчас андалуз. Мне повезло, ведь у Даши Панихом уже был когда-то куплен один андалуз. И СК у нее постепенно заканчиваются. Копятся они медленнее, чем тратятся. Даже несмотря на то, что лошадки со скидкой продаются все равно. Сейчас, на данный момент, к сожалению, мне не хватает СК спасти абсолютно всех лошадей третьего поколения. Но зато они, благо, уходят не в один заход. И мы успеем накопить и докопить. В особенности на Панях, которых очень много. Итак, значит, у нас андалузское первое поколение. Нынешняя цена перед ее отъездом 300 старкоинцев. Напоминаю, что лошадь покидает Юрвик 22 мая, то бишь в обновлении в среду. У меня уже есть светло-серый андалуз. Осталось купить вот этого яблочко. Это, наверное, бурый, рыжий, я так полагаю, буланный. И вот такой вот красивейший саловый. Мне всегда они нравились. И наверняка, знаете, я скуплю всех андалузов и на основной свой аккаунт. Потому что тут не только величественная и легендарная моделька, но и масти очень красивые. Даже и не подумаешь, что, в принципе, это все андалузы. Так, ну что ж, у меня вот есть один андалуз, как я тебя назвала. Восхитительный ангел когда-то в былые времена. Я покупала, кстати, его очень давно. Наверное, год назад, если не больше. А может быть и два года назад. Ну, в общем, это было очень-очень давно. И тогда лошадей еще было стареньких достаточно. Так, значит, мы спасаем теперь серенького. Это у нас будет взрослый жеребец. Имена даю на русском. Как бы вы помните, тут такой достаточно старенький вайб. Смешных, иногда немножечко глупеньких в добром смысле имен. Так. Ну, вот дождливый. Ну, вот дождливый. Ну, хорошо, дождливые. Дождливый дружок. Не знаю, как-то там ассоциация такая странная у меня. Как будто бы, знаете, вот накапало. И вот он такой, как асфальт, наверное. Где-то сухой, где-то уже успевший пропитаться влагой. Так что взрослый жеребец, дождливый дружочек. Цена 300 СК. Прическу не меняем. Покупаем. Блин, какой он красивый. Почему я тебя раньше, Даша, не купила? Ты очень классный. Вы с ней смотритесь так прям вау. Не ожидала. Не ожидала. Так, отправляем на конюшню этого старичка. Спасаем следующего. Так. Следующий у нас как раз таки вот этот бурый. Это будет, наверное... Ну, давайте сделаем кобылу. Древесную. А, кстати, древесная мне нравится. Древесная. Древесная. Так, там была особа. Древесная особа. Ну, у нее просто тонкий оттенок такой, напоминающий действительно мне чем-то древесину. Древесная особа. Да, знаете, странно, но мне нравится. Так, взрослая. Кобылечка древесная особа 300 СК. Покупаем тоже. О, да. Жалко, что я не застала времена, когда данные лошадки были на пике популярности вместе с фриской лошадью. Вот этой же модельки. Надо будет засесть и пересмотреть старые видео, как народ бегал, покупал, радовался и, в принципе, жил в те времена. Следующая лошадка у нас рыжая. Я хочу, чтобы это тоже была кобылка. И что-то связанное с огненной. Огненная. Огненная. Огненная дева. Вот, да-да-да. Пожалуй, подойдет. Огненная дева. Какая у нее классная текстура гривы и хвоста. Здесь, мне кажется, она выглядит прям очень кудрявой, кучерявой, прям цветушечками такими. Чуть ли не афро-прическа как будто. В общем, да. Значит, взрослая кобыла. Огненная дева. Тоже покупаем, спасаем. Ну, это так грустно. Это так жалко. Прям вообще я не могу. Чем больше я спасаю лошадей на этот аккаунт, тем больше я хочу грустить. Потому что на этом аккаунте нету всего лишь... Ну, ладно. Нет, не всего лишь. Здесь нету ни одного фьорда, к сожалению. Здесь нету двух магических лузитанов и нету спирита. Меня это прям очень-очень огорчает теперь с каждым разом. Так. А это у нас будет взрослый жеребец, солнечный порыв. Нет. Нет, 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 нет. Нужно что-то другое. Так, прах. Нет, спасибо, не надо. Принц, прическа, приятель. Солнечный приятель. Во. Да, 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 солнечный приятель. Ему подходит. Хотя у него такие черные ножки, гривый хвост. Вот прям масть, вот стопроцентный спирит. Идеальный. Он идеальный в виде спирита был бы. Вот именно такая масть. Не то, что нам разработчики на новых мастангах сделали. Где-то он более желтый, но при этом гривый хвост черный. Где-то менее, скажем так, желтый, более подходящий. Но при этом гривый хвост с подпаленными. На кончике, как будто бы выигравшие концы. Так, взрослый, жеребец, солнечный приятель. Покупаем. Боже, какие вы старые уже. Неужели игрушка существует так давно? Я иногда теряюсь во времени и забываю, сколько лет Star Stable Online. И когда я осознаю это, у меня вырастает, скажем так, мой шок еще больше. Так, это будет, давайте, кобыла. Летучая стекляшка. Давайте это будет стесняшка. Нет, не хочу. Хочу арфу. Арфа есть? Арфа. Так, папа, 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 на букву С какой-то стоит. Дай какую-нибудь именно букву С. Сверкающая, светлая, свободная. Свободная арфа. Вот. Вот это мне уже нравится. Взрослая кобылка. Свободная арфа. И покупаем. Все. Ребята, ура, мы спасли всех стареньких, паломненьких, очень никакойщих. Старых андалузов. Я прям, я сочувствую тем игрокам, кто когда-то их обожал. Я надеюсь, у вас есть все эти кони или, ну, хотя бы одна масть, которую вы очень-очень сильно хотели когда-то. Так что, ура! Грустно, но печально, но мы их спасли. Давайте, прежде чем уехать отсюда, я хочу посмотреть и вспомнить, и осознать вообще, кто у нас остался. По-моему, всего лишь две породы. Это английская чистокровная. Из старичков их всего лишь три. С этим проблем не будет. Андалузов вот сейчас убирают. Все остальное это лошади второго поколения. Которые, я надеюсь, вообще не скоро покинут игру. Вообще, можно, пожалуйста, никогда. Вот пусть они останутся здесь. Они не настолько ужасные. Они очень милашные, прикольные. Не убирайте их из игры. Никогда, разработчики. И да, и вот вторая порода, которую нужно будет спасать, это орда по количеству юрвикских пони. Вы посмотрите, сколько мастей. Их очень много. Шесть, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. По-моему, четырнадцать мастей юрвикского пони. Это очень много. И если вот сейчас, допустим, я бы их всех скупила, и плюс еще английских чистокровных, мне бы на кого-то не хватило. Потому что у меня осталось две тысячи сто два СК. Я вот надеюсь, что разработчики уберут андалузов, и нам дадут возможность, скажем так, поднакопить еще месяцочка, там, два-три на следующих лошадок. И было бы вообще замечательно. Вот. Так что мы отправляемся в конюшеньку принимать там новых гостей. Вот мы и приехали на конюшню. Здесь сейчас много места. Я, если честно, сама испугалась. Конюшня была пустая. Я просто считала общее количество страниц лошадок. Ну, кстати, было немного. На момент до покупки андалузов всего лишь пять страниц спасенных лошадей. Но это пять страниц именно спасенных лошадей, которых больше нет в игре. Поэтому я должна этим гордиться, что память осталась. И когда-нибудь я буду записывать видео с этими старичками. У нас вышло в общей сумме, если я ничего не перепутала, шесть мастей. Одна светло-серая, на которой я сейчас. И еще пять других. Ну, просто посмотрите. Какое это грустное событие. Ну, всегда грустно, когда убирают лошадок. Но почему-то вот арабы старого поколения. Ну, хотя нет. Именно фризы и андалузы, вот самого первого поколения, для меня это что-то такое, до чего никогда не дотянуться. Именно я никогда не смогу пережить те же самые ощущения, которые пережили люди, когда их только-только добавили. Это было очень давно, все было по-другому, ССО было другим, было много, скажем так, не было, не было много того, что есть сейчас. Но при этом было то, чего сейчас нет. Это грустно. Это грустно, и я скучаю. Я всегда буду скучать по старому ССО. Но спасибо вот этим вот дружочкам, старичкам в моей конюшне у Даши, которые будут мне всегда улыбчиво смотреть в мою сторону глазками, радоваться, что они здесь, что о них не забыли и не забудут никогда. Давайте вот свободную арфу погладим. Они, конечно, паломни, такие все уже старенькие. Они уже чиниться не будут. И если когда-нибудь они сломаются окончательно, я не уверена, что разработчики будут их как-то поправлять, менять и проводить в порядок. Но если мы с вами только закидаем их возмущениями, письмами, комментариями под постами, что будьте любезны. Если бы вы дали возможность их сохранить, вот эти вот породы игрока, то будьте любезны, пожалуйста, поддерживайте их в нормальном хотя бы виде, просто чтобы они не были какими-то поломанными паучками. Ну что ж. Ну а на этом все, ребята. Мы спасли этих шесть прекрасных андалузских лошадок. Они теперь дома, у них есть тепло и ют. И здесь они проведут всю свою пенсию, скажем так. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Я не верю, что осталось всего лишь две породы старичков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!